В первом тайме мяч буквально не покидал половину поля греков. Киевляне пытались использовать свое явное преимущество в скорости, функциональной подготовке, командной игре. Они, казалось, демонстрировали все, чем сейчас сильны. Стремительные пасы в одно касание, прессинг, коллективный отбор мяча. Их игроки постоянно менялись друг с другом местами, путая оборону Афинян. Но у гостей упорно не получался последний пас. А того из не менее чем десятка голевых моментов до перерыва реализовался всего лишь один на 31-й минуте. Каладзе точной передачей отрезал защиту хозяев и бросил в прорывы Реброва. А тот, хладнокровно обыграв голкипера, открыл счет. Чувствовалось, украинцы поймали свою игру. И мы увидим еще не один гол, забитый ими. Но второй тайм стал полной противоположностью первому. Нет, греки не заиграли сильнее, хотя в волевом настрое им не откажешь. Особенно юному Никосу Либерополусу, капитану национальной молодежки. Нам кажется, из-за избытка нереализованных моментов киевляне занервничали. И несколько их футболистов явно выпали из коллективной игры. Совершив в середине второго тайма две грубых позиционных ошибки при навязках мяча, динамовцы позволили норвежскому легионеру хозяев Мюкланду и все тому же Либерополусу поразить свои ворота. В отличие от последних матчей, на сей раз не выручил Шевковский. Сразу вспоминаются подобные промахи обороны киевлян во встречах с Ювентусом и сборной России. Хотя там были стандартные положения. Впрочем, динамовцы считают, что ничего страшного не произошло, ведь это только стартовый тур в группах. Субтитры создавал DimaTorzok